Япония планирует начать сброс радиоактивной воды с Фукусимы в море уже в августе. Более миллиона двухсот тысяч тонн воды многие годы охлаждали поврежденные после аварии реакторы АЭС Фукусима. Ранее Международное агентство по атомной энергии опубликовало итоговый доклад об этом методе утилизации. «Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что доклад МАГАТЭ не может быть защитным талисманом или зеленым светом для Японии на сброс воды. Одностороннее решение этой страны слить загрязненную радиоактивными веществами воду в океан направлено на минимизацию затрат страны. При этом риски ядерного загрязнения лягут на весь остальной мир». Ван Вайнбин отметил, что Япония не предоставила убедительные доказательства безопасности сливаемой воды и планы по дальнейшему мониторингу. Также нет данных, как в долгосрочной перспективе радионуклиды в воде повлияют на пищевые продукты и здоровье людей. «Соответствующее ведомство правительства КНР усилит мониторинг морской среды и радиационной обстановки. Нам придется ужесточить инспекцию карантин, морепродуктов и других импортных товаров, чтобы обеспечить здоровье людей и безопасность пищевых продуктов». Представитель государственного управления по делам ядерной безопасности, при Министерстве экологии и окружающей среды КНР заявил, что японская сторона смешала загрязненную воду из десяти резервуаров для забора проб и мониторинга. Таким образом, вода с высокой концентрацией ядовитых веществ могла быть разбавлена, чтобы результаты мониторинга соответствовали стандартам сброса. По словам представителя ведомства, необходимо обеспечить международный, открытый и прозрачный процесс контроля с участием всех заинтересованных сторон.